Все? Да. Всем привет! Сегодня я со Светой Ефремовой, иначе известной как Света Сахарок. Я не знаю, тебя кто-нибудь называет Света Сахарок? У меня друзья, да, я у многих так записана. Ты меня записала как Светочка Сахарок. Да? Света – создательница бренда Сахарок и по совместительству моя подруга. И я очень хотела позвать ее к себе по многим причинам. Во-первых, мне всегда интересны мои друзья, у которых свое дело, которым есть что рассказать как раз об этом, которым есть что рассказать о нашей дружбе. И также Света – это человек, который у меня ассоциируется со словом «женственность». Вот ты и Маша Фиксен. И человек, который у меня ассоциируется со спокойствием. И даже недавно у меня была очень стрессовая ситуация, и Света была первым человеком, кому мне просто хотелось позвонить, чтобы просто даже на расстоянии, сколько между Петербургом и Москвой было, вот просто на расстоянии телефонного звонка почувствовать вот эту твою гармонию. Вот. Это очень приятно. Спасибо. Да. Давай поговорим, как мы познакомились. Маша, наша подруга Маша Фиксен устроила мероприятие, куда позвала нас вместе, чтобы был там Сахарок, чтобы была там Мария Новосад, и ты там представляла тоже свои вещи, которые ты делаешь. Это было прикольно. Но я помню, как мы встретились, как мы подошли, сразу обняли друг друга. Потому что я о тебе слышала очень давно, и что есть у Маши подруга Света, но я никогда тебя не видела, я не знала, как ты выглядишь, я особо ничего про тебя не знала, поэтому, ну, тем не менее, ты у меня уже была как круг доверия, потому что я знала, что ты общаешься с Машей, точнее, Маша общаешься с тобой, а фигню Маша не тесла. Не выберет. Было доверие уже к тебе, как минимум. Да. Ну и просто я тебя увидела сразу, и я сразу поняла, что все окно. Все ок. Ты знаешь, я тоже, ну, я знала, что ты есть, как Мария Новоса, но я никогда не смотрела твое видео, никогда не смотрела твой блог, но я знала, что вы дружите с Машей. А Маша теперь не выберет. Я знала, что вы дружите, я слышала много хорошего. Перед мероприятием я посмотрела, там посмотрела видео, посмотрела все-все-все. И, в общем, вот как-то так, да. Я очень вспоминаю с такой теплотой эту встречу. Дальше все уже на взаимных каких-то, на соприкосновениях, мировоззрения, питания, отношения к себе, к другим. Да. Вот так оно и зародилось дальше. Удивительно, что мы питаемся практически одинаково. Увлечения какие-то очень похожи в спорте, еще в чем-то. Я хочу знать про Сахарова. Это магазин украшений. Как давно ты его создала? Четыре года назад. Тебе было 20... Сейчас мне 30. Значит, мне было 26. Ты была одна? Я была одна. Я была 9 месяцев одна, делала все вот своими ручками. Это было интересно. Это было непросто. Я совершила много и ошибок, много хорошего сделала. Приложила максимум усилий, потому что то, что мне этого хотелось. И он вырос в какое-то количество магазинов, которые сейчас... Вот сейчас есть в Москве, есть в Екатеринбурге. В Москве несколько, один в Екатеринбурге, сейчас в Петербурге планируем открывать. Это моя любимая история. Когда мы с тобой говорили, наверное, один из наших первых обедов вместе. Я начала тебе рассказывать про свои любимые места в Петербурге. Я вообще даже не намекала на то, что это будет ресторан. Я просто хотела сказать, что «Мое любимое место в Петербурге». И ты меня перебываешь и такая «До!» С чего? В каком мире это вообще возможно? Что я хотела сказать, что «Мое любимое место в Петербурге» это мог быть Эрмитаж, Русский музей, что угодно. Да, парк какой-нибудь. Да, а ты такая «До!» А «До» — это «Мое любимое место в Петербурге». И «Мое любимое место в Петербурге». Ну вот как-то у нас же все так складывалось, да? Я это люблю. Ой, я тоже это люблю. «До!» — ресторан. Да, но он, правда, особенный. Я только что ездила на Ламбаду. Это Ламбадо Маркет. Мы ездили с Ахаркома. И я рассказывала, что я была в «Доо». И впервые пошла в «Доо Азия». И мне тоже очень понравилось. И я объелась. Я знаю, что я за три дня в Петербурге поправилась на полтора килограмма. Это очень смешно. Я там ела бесконечно. Просто это очень вкусно. Ты в воскресенье была в «Доо Азии», да? Была в воскресенье. Значит, тебе не досталось... Самое интересное. Да, самое интересное. Не досталось. Зачем ты начинала? У тебя была какая-то потребность или просто желание что-то сделать? Хороший вопрос. Зачем мне? Никто его не задавал. Я всегда мечтала сделать какой-то проект, свой собственный, где я бы реализовывала свой потенциал. Для меня это очень важно. Мне кажется, что для меня это смысл жизни. Мне дали какой-то потенциал, и мне нужно его максимально реализовать. Вот ты в этом очень хороша, ты супер много реализовываешь, ну вот постоянно, каждый день реализуешь свой потенциал максимально. И я очень стремлюсь к этому. Я мечтала о чем-то... Точнее, у меня вот эта вот фирма. Можем поменяться, сходим? Давай. Я хотела реализовывать максимально свой потенциал. Я хотела магазин. Это не должен был быть магазин украшений. Я не знала, ну, то есть у меня не было идеи, я хочу сделать конкретно магазин украшений. Я когда рассказываю кому-то, я всегда говорю, это мог бы быть магазин полотенец. Просто у меня было всего 30 тысяч рублей. И на 30 тысяч рублей, вот, например, одежда, да, что первое приходит в голову, очень сложно купить столько одежды, чтобы ее продать, и что-то из этого вышло. То есть для одежды нужно примерочная, какая-то атмосфера. У меня было 30 тысяч. Я купила на это несколько колечек, такую черную коробку, в которой все носила. Ну и, в принципе, все, вот как-то так все и началось. То есть ты купила украшения и куда их купила? Я их положила в коробку, в черную, бархатную. И встречалась с людьми в метро, встречалась с людьми в кофейнях. Я знаю, что, ну, там, для кого-то это может быть стеснительно, неловко. Для меня это не было неловко. Я просто наслаждалась этим. Я просто, знаешь, я безумно... С одной стороны, я всю свою жизнь хотела сделать магазин. С другой стороны, самым моим большим страхом было сделать его. У меня не было финансовой поддержки. У меня есть друзья, которые меня очень сильно всегда поддерживали. Там, родители. Но это с одной стороны. С другой стороны, я не... Ну, вот мне было очень страшно. Я чувствовала себя одной в этом. И когда я его делала, я была в таком непростом периоде жизни. Я ушла с любимой работы, которую я действительно очень любила. Я... В общем, у меня был непростой период. И я страдала. Я три месяца лежала дома. Бегела. И не выходила никуда. Я понимала, что мне нужно с собой что-то сделать, чтобы эмоциям будет намного сильнее вот этих моих переживаний. То есть мозг-то работал. Да. Я поняла, что самое мое большое сильное чувство в жизни – это страх. Вот перед реализацией своей мечты. И я такая, окей, значит, это то, что мне нужно. Конечно, сейчас или никогда. И я спустя три месяца начала потихоньку себя собирать. Я начала потихоньку что-то придумывать, выбирать украшения. Тогда же ничего еще этого не было. Не было вот этого массового количества... Огромного количества дизайнеров украшений, которые сейчас есть. Не было магазинов украшений. Была, например, был магазин «Березка» на Патриарших. Очень дорогой, где продавались колье «Шурук» там за 30 тысяч еще до смены курса. Это было очень дорого. В общем, тогда были модные такие крупные украшения пластиковые, кислотных цветов. Я подумала, что я-то это не могу себе позволить. Да. И я-то это не ношу, это не мой стиль. Я ношу что-то тонкое, легкое. С другой стороны, я могу безболезненно купить себе колечко за полторы тысячи рублей. Носить его с удовольствием, радоваться, улыбаться. Точно так же, как и мои подружки. Поэтому мы покупали такое, например, в магазинах «Кос» или «Азерсторис», когда ездили куда-то. А в Москве этого не продавалось. И, в общем, как-то так все само собой выстроилась ниша. Я поняла, что я хочу продавать тонкие украшения, лаконичные, из серебра. И, в общем, вот нишу я придумала. Я купила немножко и написала пост. Когда я написала пост в Фейсбуке, когда был больше Фейсбук развит, я помню, когда я написала этот пост, я ревела. Я ревела, наверное, минут 30. Это было в кафе «Бургер Бразерс». Знаешь, такая кафе с бургерами? Это кафе моих друзей. И Саша Залезский такой говорит, ну пиши уже, основатель. Я говорю, я не могу, мне так страшно. Он говорит, пиши. Я пишу, и у меня начинают течь слезы от волнения. Я убегаю в туалет, рыдаю. Потом возвращаюсь и вижу кучу комментариев, что, типа, я хочу это колечко. И там я просто опубликовала одно колечко, и в комментариях сразу его раскупили. Ну, типа, мне отложи, мне отложи. И я была в таком шоке, что, во-первых, сразу, мгновенно, совершенно прошли мои переживания по поводу вот этих вот уходов и, ну, переживания, да. И я поняла, что все, отступать некуда. И страх прошел. И вот, знаешь, я хочу здесь сделать такую ремарку. Многие люди боятся делать свой бизнес, да. И многие спрашивают, а как же, как же начать? Я всегда говорю, что наш страх, он есть до тех пор, пока мы о нем думаем и не начинаем. Но как только мы начинаем, он куда-то испаряется. Я вот каждый раз всю свою жизнь с этим сталкиваюсь. Там, открыть магазин, сделать вечеринку. Я почему-то всегда очень боялась делать вечеринки или мероприятия. Запустить что-то. Как только ты делаешь первый шаг, как только ты это анонсируешь, все. Страх проходит, ты остаешься перед лицом необходимости что-то делать. Вот и я начала что-то делать потом. И когда появилось название Сахарок? И почему вообще Сахарок? Ну, я хочу сказать, что я невеликий придумщик и креатор. И поэтому я начала думать. И думала я месяц. Что-то, как же меня назвать, магазин. А потом мои друзья мне сказали. Спустя месяц моих мытали, я нереально не могла понять, что же придумать. Такие дебильные названия были. И мои друзья говорят, слушай, ты у нас у всех в телефоне записана, как Светочка Сахарок. Ты же делаешь этот проект про свою реализацию. Ты делаешь его, чтобы реализовывать себя. А ты это Светочка Сахарок. Ну, как-то меня так традиционно называли друзья. Ваня Шишкина это придумала. Это великий повар из ресторана «Деликатес». И я такая, магазин украшений Сахарок? Вы шутите? Это же какое-то вообще... Что за название? И я с этим, может быть, какое-то время пожела недельку. А потом, вот сейчас, например, Маш, я думаю, что нет ни одного названия, которое бы подошло лучше к этому магазину, к этому проекту. И оно настолько идеальное, как, знаешь, пазл сошелся. Я помню время, когда у меня звонили люди, у меня был личный телефон. Я же одна все делала, 9 месяцев. И мне звонили люди и говорили, «Здравствуйте!» Я такая, «Здравствуйте! Это магазин Сахарок?» И все смеялись. Ну, то есть, реально все смеялись. Потому что, ну, сейчас это не кажется замужним, потому что ты уже привыкла, да, что есть вот такой... Я знаю, Сахарок, да. А тогда это было очень смешно. Реально, вот каждый человек, который мне звонил, он... Я чувствовала, он либо улыбается, либо смеется. Это было очень мило. И, в общем... Ну, в общем, так я и запустилась. Интернет-магазин не было? Появился спустя месяца 8, вот так вот. И в течение первого года... Вот как все. Ты запустилась, как Сахарок. Вот первый год. Самый сложный. Хотя мы знаем, что что ни день, то новые трудности. Какие самые большие трудности были в течение первого года? Я знаю, что всегда до сих пор эти сложности есть. Это про то, что самое главное для меня, по крайней мере, это уметь отдыхать. Самое главное это... Вот моя ошибка была в том, что я думала, что если я буду работать без выходных, то я сделаю очень много. И я сделаю больше, чем если бы я работала с выходными. Секрет в том, что когда ты работаешь без выходных, ты в какой-то момент выдыхаешься. И время на восстановление из вот этого вот обнуленного состояния примерно столько же, сколько потребуется, сколько вот этих было у тебя выходных, а может быть даже и больше. И очень важно сразу сказать себе, что я работаю, например, пять дней в неделю, и два я не работаю. Потому что я девять месяцев работала без выходных, я себе убила просто здоровье, ну, я оглохла на одно ухо, я... Ну, в общем, даже не буду рассказывать, какие у меня были проблемы, было очень много всего спустя девять месяцев, такой багаж. И в какой-то момент я пришла в Сахарок, позвонила подруге, говорю, знаешь, я больше не могу, я такая уставшая, я... Ну, прям вообще, мне нет сил. И вот это время, чтобы восстановиться, я... Но мне же надо было продолжать работать, и это было очень тяжело. Мне кажется, это моя самая главная трудность. Ничего мне не дается так сложно, ну, еще персонал, но это отдельно. Ничего мне не дается так сложно, как научить себя вовремя отдыхать. Не... Ну, вот сейчас с этим гораздо легче, я взрослею, мудрее и так далее, но это тянулось годы, когда я себя... Когда я выдыхалась, когда я перерабатывала, вот это самое сложное, мне кажется. И мне все еще это очень сложно, и частично поэтому я сейчас стала снимать видео пять дней в неделю, как раз ориентируясь на то, что хотя бы воскресенье, это будет полностью мой день, выходной, и я сейчас стала ежедневно даже писать, выходной, ты не работаешь, ты ни с кем не встречаешься. Максимум, ты можешь вот массаж, что-то вот только для себя. Для себя. Да, но ты ни с кем не встречаешься, даже с подругой какой-нибудь близкой. Опять же, редко, да? Молчай, это спокойствие, молчай. Да, и я сейчас просто вспомнила про то, что в школе нас, когда учили быстро читать на английском, нас вдвойне учили делать паузы перед, подожди, после запятой получается. В общем, как только ты доходишь запятой, тебе нужно сделать паузу, чтобы... И таким образом ты быстрее все равно читаешь. То есть, когда ты просто ла-ла-ла-ла-ла, почему-то ты читаешь все равно медленнее, чем когда ты делаешь паузу. В общем, по-моему, очень интересная и хорошая рекорсионология. Это абсолютно то же самое, правда. Я про это никогда не слышала, но это действительно так в жизни работает. Нам нужны паузы. И вот нужно просто это запомнить, и здорово, что ты в таком молодом возрасте гораздо раньше меня это поняла. Правда, потому что это очень ценно. Заботиться о себе. Это же про заботу о себе, это про то, как ты себя оберегаешь. Я всегда говорю, надо себя оберегать, как зеницу ока. Надо о себе заботиться, как о зенице ока, потому что все остальное будет в какой-то момент неважно, а ты будешь, станешь все самое важное. Я поняла, у меня было еще, знаете, много вопросов про Сахарова Коля. Сколько людей у тебя, как ты выбираешь людей? Я поняла, что это действительно то, с чем сталкивается каждый предприниматель, так или иначе. То есть найти людей, как это сложно, как это долго, это очень редко с первого раза получается. Мне больше интересна про женственность, потому что я однажды снимала видео про женственность с Жанной Украинцевой. По просьбе Жанны это видео было удалено. Оно было очень плохо воспринято людьми, потому что это одна из тех тем, которые, как и питание, вызывают у людей. Очень эмоции много вызывает, но я просто скажу, что такое женственность для меня. Даже не то, что такое для меня женственность, а вот синония, хорошее слово, это спокойствие. И это как раз у меня от себя пришло, что почему, я не помню, ты это вслух произносила, или это просто твое присутствие мне об этом сказало, что вот, ну вот, почему ты мне ассоциируешься именно с женственностью, потому что у тебя есть вот эта гармония, спокойствие, вот что такое это для меня. Это не суетливость, вот это слово. Мы это проговаривали, мы это проговаривали, конечно. Я очень люблю эту тему, ты права, что это у многих красная тряпка, вот есть там феминизм красная тряпка, политика, питание какое-то, например, вегетарианство. И вот это одна из тем, я хочу сказать, что мы, что я буду говорить просто про свой опыт, и ни в коем случае мы никому ничего не навязываем. Но если откликнется, то... Если откликнется, помните... То значит ваше, да. Это будет чудесно. Если не откликнется, ну, значит и не надо. Про женственность мне кажется, что вот не суетливость, это да. Мы все живем в больших городах, и нас никто не научил тому, что... Ну, девушек, да, как быть женственными. Никто об этом не рассказывал, ну, большинству из нас. А потом мы вырастаем, и многие мне пишут, Света, расскажи, что ты там слушаешь в Инстаграме, ну, задают вопросы, или что ты читаешь. То есть эта тема, очевидно, волнует не только меня, а, возможно, многих женщин. Потому что иногда ты встречаешь какую-то девушку, смотришь на нее, и вот прям чувствуешь какое-то тепло, чувствуешь, какая она мягкая. Не важно, как она одета. Надела она джинсы или с футболкой, да, и кроссовками, или платье, макияж и укладка. Ну, ты чувствуешь, вот от нее веет каким-то таким теплом, женственностью. И хочется, ну, мне, по крайней мере, хочется, хотелось раньше к этому стремиться, и до сих пор хочется. И суета, как мне кажется, это такой один из, как сказать, это суета убивает женственности. Мы все суетимся. Я много времени в своей жизни провела вот в этом расписании, когда мне нужно все успеть туда сходить, туда сходить. И вот даже сегодня, да, мы снимаем, и у меня был массаж после нашей записи, и я позвонила час назад, я поняла, что я не хочу суетиться, я позвонила и отменила. И вот сейчас я каждый раз, когда я смотрю на свое расписание, я понимаю, что я хочу оставаться в балансе. А суета, мой баланс разрушает. Вот это вот ощущение, что ты ничего не успеваешь. Это внутри. А внешне суета никогда не смотрится красиво. Суета никогда не смотрится женственно. Суета смотрится как-то иначе. И мне кажется, это относится все же не только к девушкам. Пример, опять же, совсем недавний. Из ДО мы сидели, и я такая смотрю, а там все открыто, ДО Азия. Ты видишь всех поваров, и я смотрю, бум, какой-то красавчик. Я еще в той стадии, где я клюю на красавчиков. Хотя, конечно, мама мне говорит, что это вообще ни разу не то. Нищий красавчиков. Точнее, в свое время машет. Да, я это, по крайней мере, я это осознаю, и, ну, нет зла в том, чтобы просто смотреть, правда? Конечно. И вот этот чудесный, я уже не помню, как его зовут, блондин, он супер был суетливый. Он выделялся из всех вот именно своей суетой. Он явно был помоложе всех. И я прям спросила у управляющего, я спросила, а это новенький? И он сказал, что да. И понимает, а мама это видела даже, ну, без вопроса, потому что он именно суетился. А рядом с ним стоит повар, который делает все то же самое, с той же скоростью, с той же продуктивностью, но без суеты, без вот этой, ааа, скорее всего спеть, боже мой, паника. Он стоит на ногах. Да. Очень хорошо. И ты это чувствуешь. И вообще-то классное ощущение, когда ты стоишь плотно на ногах, у тебя есть стержень. Как я говорю, ты как столб становишься. Это не про величину, конечно, а вот про ощущение стабильности какой-то. Это очень важно. Еще мне кажется, что если говорить про женственность, есть, ну, и вот мы сказали про расслабление, да, есть еще две вещи, которые, мне кажется, очень развивают нашу женственность, это принятие и доверие. И это все связано с миром, потому что каждый день в нашей жизни возникают какие-то проблемы, каждый день нас качает. И можно с этим бороться, можно что-то постоянно пытаться идти против ветра. Вот ветер дует, вот я тебе рассказывала, у меня вчера, да, случилась там небольшая проблема. Вот, маленькая совсем засада. И можно, вот что-то случилось, ты можешь начинать с этим бороться, предпринимать что-то, а можно посмотреть на это чуть сверху и сказать себе, а может быть, так и надо, потому что, знаешь, вот есть такая хорошая штука взять одномоментно и выписать все свои большие беды какие-то, большие проблемы, которые были в жизни, и потом провести такую черточку, и к чему они провели. Условно, если бы я тогда не поругалась вот с этим парнем и не переехала в этот город, я бы никогда не встретила своего любимого мужчину, если бы я тогда не ушла из этой работы, вот у меня, да, например, то я бы никогда не открыла сахарок. И вот таких вот моментов в каждой из наших жизней очень много, и мы в моменте, когда мы находимся, мы переживаем, да, даем очень много энергии туда, а потом спустя время, если мы проанализируем, это суперважное реальное упражнение, ты понимаешь, что все привело к чему-то хорошему, но тогда ты об этом не знал, и тогда ты отдал очень много всего. Вот принятие, оно про то, чтобы научиться вот любую ситуацию, позволять ей быть, не бороться с ней, не тратить энергии, а понимать, что она приведет к чему-то хорошему. И вот это упражнение, о котором я сказала, когда ты проводишь черточки и понимаешь, что все, оно тебя учит этому, по-настоящему учит, потому что у тебя закрепляется вот эта вот штука в голове, связь плохое привело к хорошему. Чем больше ты таких напишешь вещей, тем больше ты разовьешь в себе принятие. И потом, когда что-то происходит плохое, ты будешь вспоминать, оно к чему-то приведет к хорошему, ты не будешь бороться. И доверие это очень связанное с принятием, когда ты доверяешь жизни, ты доверяешь, что если у тебя с кем-то что-то не складывается, это к лучшему. И я знаю, возможно, это кажется немного не про женственность, но мне кажется, что это про женственность глобально. Вот немножко не про платье, а про другое. Это про внутренний наш стержень, про внутреннее ощущение спокойствия, баланса, пребывание в ресурсе, в каком-то ресурсное состояние, мне кажется, о нем говорили, когда у нас был прямой эфир в Сахарке, не помню, говорили или нет. Расскажи. Ну вот любовь к себе, про ресурс, да. Про то, что я не знаю, вот девушки, которые смотрят, будут смотреть это видео, в каком они возрасте, смогли ли они уже оценить вот это вот ощущение, когда ты пребываешь в ресурсе, как ты можешь дарить тепло, как ты можешь воспринимать разные не очень классные, не очень комфортные тебе ситуации, и когда ты, как по-разному, когда ты в ресурсе, и когда ты не в ресурсе, как ты можешь, с какой теплотой на одно и то же ты можешь посадить, или с не теплотой, понимаешь? И вот я всегда, я делаю все сейчас, вот каждый мой выбор в жизни, я всегда задумываюсь, он приведет к моему ресурсу или разрушит вот этот баланс, который, состояние баланса. Вот правда, я действительно об этом думаю. Вот сейчас мне нужно пойти условно на массаж, это было для того, чтобы я сохранила. Восполнила. Да, восполнила. Но я понимаю, что если я буду, если я пойду на массаж, то я буду суетиться с тобой. Да. И знаете, глобально, я туда прибегу, вся такая запыхавшаяся, в суете, и это уже не ресурс. И я, вот, и каждый раз все, что я делаю, я задумываюсь, задаю себе вопрос, сохраню я это или нет. И еще мне кажется, что женственность, она про любовь к себе и про принятие в себе женщины, потому что у нас у всех есть свое предназначение. И сначала мы говорили о работе, как мы можем проявляться, а еще мы родились женщины. И это классно. И я знаю, что я очень много людей встречаю в жизни, и ты тоже, я уверена, встречала девушек, которые в себе это не принимают, которые борются с этим, которые говорят, ну, это вот так, вот девочки, ну, не хочу говорить это слово. Телки, подожди, мы с тобой говорили, да, про то, что давай как телки, да. Да, вот девушки часто говорят, ой, ну это вот телочки так делают там, или это такое, значит, непринятие в себе женского. Есть огромное количество плюсов, преимуществ, и это удивительное ощущение. Вот как только мы начинаем любить в себе женщину, вот это вот свое предназначение, многое меняется, многое становится на местах. Это удивительно. Вот я об этом много думаю, мне кажется, это очень важно. Есть какой-то, как такой диалог, я надеюсь, что по крайней мере это настоящий диалог, что какой-то знаменитый бегунья, тренер говорит, что она бегает, как девчонка, и она ему сказала, что если бы он бегал быстрее, у него бы тоже получилось бегать, как девчонка. Женщина очень, в них много силы, но она совсем другая, она не такая, как мужская сила. И часто, когда я развиваю в себе какое-то новое качество, я люблю это делать, я не родилась такой, какая я сейчас, и я, когда я начинаю какую-то новую грань силы женской в себе ощущать и проявлять, я чувствую, боже, какая это мощь, какая это мощь, когда мы ее, вот, как бы можем этим управлять. Это удивительно. Как-то, ну, просто так, все постоянно сравнивают, мужчина, женщина, это же, это просто разное совершенно. И вот очень классно научиться знать грани именно своей силы, женской силы. Но, тем не менее, на работе, например, конечно, я применяю разные, я не всегда мягкая и легкая, и вот спокойная, бывают по-разному. И работа – это другое мое проявление. Да. Ну, вот и то, что мы говорим, к сожалению, это нужно всегда как-то добавлять такое объяснение, пометку, что это не значит, что мы говорим, что нужно ходить в платьишках, на каблуках всегда, и что нельзя быть боссом, нельзя иметь свое дело, нельзя быть сильной, независимой. Да. Это все как раз вот про этот прекрасный стержень, которым нужно заполнять себя, нужно строить его. Да, то есть, торжественность – это про это. Что ты хочешь, чтобы люди про тебя знали, где тебя найти? Что, кто? Да, у меня есть аккаунт инстаграма Светлана.Ефремова. Я там пишу про саморазвитие. Я же не только, ну, как бы женственность, это просто часть того, что я люблю заниматься собой, развивать себя, заботиться о себе. И я там об этом пишу. А Сахарок – это прекрасный магазин украшений, и туда вы тоже можете приходить, приходить к нам в гости. Да, Машеньки, без сережки. Я, ой, я, я уже, это только начало. Это мои прекрасные сережки, которые, если вы следили в инстаграме, я одну потеряла в гайф-парке, да, и в магазин потом связался. Да, заходите в Сахарок на Садово… Ну, вот один из Сахарков в Москве. Мой любимый. Мы сейчас в районе Патриарших прудов, Садовая Кудринская, 32, строение. И подписывайтесь на наши инстаграммы. Если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях или лично свете в аккаунт, и увидимся с вами завтра. Нет, в понедельник. Увидимся с вами в понедельник. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»